В сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Наследный принц Ирана удивил мир своим первым визитом в Израиль. Почему он верит, что иранцы могут свергнуть исламский режим? Услышите его послание Западу. Также жестокая борьба за власть в Судане ставит под угрозу соглашение Авраама и уносит сотни жизней. Гражданские в Тайване берутся за оружие, готовясь защищаться от китайского вторжения, а также создатели фильма «Революция Иисуса». Рассказывают, как фильм-блокбастер меняет жизнь людей во всем мире. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Добро пожаловать в сегодняшний выпуск место встречи Иерусалим. Я Крис Митчелл. Самый известный из иранцев, посещавших Израиль в современной истории, утверждает, что правящая Ираном радикальная теократия может быть свергнута. Сын бывшего шаха Ирана перед множеством журналистов в Тель-Авиве заявил, что ему не нужна иностранная армия, нужна лишь поддержка других государств. Я часто повторяю угрозы не в пистолете, а в том, чей палец находится на спусковом крючке. Иран находится в нескольких шагах от создания ядерного оружия, и Израиль рассматривает возможность нанесения предупредительного удара. Международное сообщество пытается избежать этого сценария с помощью дипломаций, но наследный принц Ирана в изгнании Риза Пехлеви уверен, что это бессмысленно. Я никогда не верил, что переговоры с режимом смогут дать хотя бы какие-либо гарантии. Это была пустая трата времени. Это все равно, что оставить иранский народ один на один с режимом. Пехлеви поделился своим мнением о том, что потребуется иранцам, чтобы восстать против Мул, и как другие страны могут участвовать в смене режима. Помогите иранскому народу в борьбе за свободу. Помогите им технологиями, интернетом, финансированием забастовочного фонда, чтобы помочь нашим рабочим объявить забастовку в нужное время. Это самый быстрый и эффективный способ добиться результата. Тем самым вы не только поможете стране освободиться от угнетателей, но и устранить любой элемент угрозы, связанный с режимом. Министр по делам разведки Израиля Гилла Гамлиэль, пригласившая Пехлеви утверждать, что Израиль возлагает большие надежды на то, что эта связь может означать для народа Ирана. Мы развиваем инфраструктуру. Мы с ведущими специалистами по опреснению воды обсудим кризис засухи. Ведь пресная вода в этом районе находится в опасности. Она утверждает, что Израиль может стать союзником, а не врагом Ирана. Мы хотим показать технологические достояния государства Израиль, показать потенциал и реализацию. Видение наследного принца заключается в том, чтобы показать другой Иран, который может позаботиться о своем народе. Пехлеви отметил соглашение Авраама и их влияние на отношения между Израилем и мусульманскими государствами региона. Надеюсь, мы сможем вывести соглашение Авраама на уровень соглашений Кира и включить в них Иран, как только наш народ станет свободным. Визит Пехлеви начался с Яд-Вашем, где почтили память шести миллионов жертв Холокоста. Затем он помолился у Западной Стены, встретился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и посетил Равина Лео Ди, чья жена и две дочери погибли в результате недавнего теракта. Пехлеви утверждает, что убеждения иранцев расходятся с убеждениями враждебного режима. Они благодарны за то, что я передаю это послание не только от своего, но и от их имени, вопреки позиции режима. Народ Ирана не желает зла ни одной нации, ни одной конфессии на земле. Он также утверждает, что их видение стратегических отношений восходит к библейским временам. Они видят отношения с Израилем как библейские отношения персов времен Кира Великого. У Стены Плача я осознал, что плоды усилий Кира Великого по восстановлению храмов по-прежнему там. Их можно увидеть. Это говорит о том, какими прочными и длительными должны быть эти отношения. Джулис Талл, Новости Сибиэн, Тель-Авив. Израиль опасается, что борьба за власть в Судане может поставить под угрозу мир с восточно-африканской страной. Судан присоединился к соглашениям Авраама при посредничестве США в 2020 году, что стало беспрецедентным шагом на пути к нормализации отношений с еврейским государством. Теперь Аксиос сообщает, что официальные лица Израиля обеспокоены тем, что боевые действия в Судане могут дестабилизировать страну и поставить под угрозу и без того зашедший в тупик мирный процесс. В минувшие выходные армия и вооруженная группа повстанцев столкнулись в битве за власть. Всего два года назад обе стороны вместе организовали переворот, в результате которого было свергнуто правительство. Израиль призывает к прекращению огня. Далее в программе. Тайвань готовится к потенциальному китайскому вторжению. Обычные гражданские лица учатся обращаться с оружием, чтобы защищать свою землю. Вдохновившись тем, как Украина дала отпор российским войскам, мирные жители Тайваня записываются на учения по боевой подготовке. Десятки частных компаний предлагают занятие по ведению боевых действий в городских условиях и оказанию первой помощи военным. Остров готовится к потенциальному конфликту с Китаем. Репортаж Джорджа Томаса из Тайбэя, Тайвань. Для Карла Ко перспектива военного вторжения Китая с каждым днем выглядит все более реальной. Почти ежедневно в новостях слышно, как обостряется напряженность между Китаем и Тайванем. 24-летний урожей от Тайбэя владеет магазином в популярном районе города. Он утверждает, что пекинские военные учения, имитирующие полную блокаду Тайваня, заставили его семью задуматься о подготовке к вторжению. Мы решили пройти базовую подготовку по обращению с оружием, сняли деньги в банке, запаслись припасами и продумали пути эвакуации. Многие беспокоятся, что если начнется война, то процветающая демократия на стратегической территории Юго-Восточной Азии будет уничтожена. Мы не хотим войны. Тайвань — мирный остров. Здесь живут хорошие люди. Это демократическое общество. Здесь лидера не выбирают с помощью военной силы. Вторжение России в Украину в прошлом году отразилось и на этом острове населением в 23 миллиона человек. Некоторые сравнивают одержимость Путина с захватом Украины с решением Си Цзиньпина аннексировать Тайвань. Местные так и говорят «Сегодня Украина, завтра Тайвань». Пять поколений коммунистической партии считали аннексию своим приоритетом. Они не были способны на это. Но Си Цзиньпин другой человек. И Си Цзиньпин уверен, что Китай сейчас находится на пике своей мощи. Многие жители Тайваня вдохновлены тем, как Украина разбила противника значительно превосходившего числом. Сплоченность украинцев вдохновила нас. И это должно послужить предупреждением Китаю. Им следует дважды подумать, прежде чем нападать на нас. Опросы показывают, что более 70% жителей Тайваня готовы защищать Тайвань от китайского вторжения. Тайвань внимательно наблюдал за боевыми действиями в Украине. С тех пор, как 24 февраля Россия вторглась на ее территорию. самооборона Украины в первые дни войны послужила идеей для создания сил гражданской обороны Тайваня. Множество частных компаний стали организовывать занятия по обороне для гражданских. Решимость Тайваня защищаться станет сигналом для вмешательства международного сообщества в потенциальный конфликт в Тайваньском проливе. Опыт российского вторжения в Украину подтвердил эту теорию. Когда люди на деле доказали твердую решимость обороняться, они смогли убедить международное сообщество помочь им. Огромное число людей посещает занятия по оказанию первой помощи. На каждом занятии мы спрашивали стажеров, почему они посещают занятия по оказанию первой помощи. Многие опасаются вторжения и задаются вопросами, чем я гражданский могу помочь, что могу сделать для себя, для своей семьи и для других. Многие изучают тактику партизанской войны в городских условиях для того, чтобы защитить свои районы. Я уже два года хожу на занятия, но чувствую, что для современной войны этих знаний недостаточно. я нашел локацию для тренировок и закрепления навыков. Если что-то случится, надеюсь, я смогу выжить. В действующей армии Тайваня всего 170 тысяч солдат против двухмиллионной армии Китая, самой многочисленной армии в мире. Однако, если Пекин решит атаковать, у Тайваня есть около полутора миллионов хорошо подготовленных бойцов резерва. Тем не менее, тайваньский бизнесмен Роберт Цао считает, что этого недостаточно. Роберт вкладывает миллионы своих личных средств в трехлетний курс подготовки трех миллионов гражданских бойцов в течение следующих трех лет, чтобы они могли защитить свой остров. Адмирал Ли Хи Мин, бывший командующий вооруженными силами Тайваня, говорит, что его народу необходимо объединиться как украинцам для того, чтобы противостоять грозному и опасному соседу. Если хорошо подготовиться, развить наши возможности, то противник, Китай, будет вынужден считаться с тем, что даже если они смогут уничтожить наши военно-морские и воздушные силы и успешно высадиться на Тайвань, то тут их встретят наши регулярные силы и силы гражданской обороны. На прошлой неделе Китай и Тайвань провели дуэльное учение, поскольку напряженность продолжает расти. В то время как Китай для имитации изоляции острова задействовал несколько десятков кораблей и самолетов, тайваньская армия провела учения с танками, бронетранспортерами и другой техникой в южной части острова. Все это происходит на фоне заявлений Пекина о готовности противостоять иностранному вмешательству в регион, а также любым попыткам Тайваня обрести независимость. Джордж Томас, новости СиБиэн, Тайбэй, Тайвань. Далее в программе. Возрождение, охватившее страну в 1970-х годах, сегодня выплеснулось на экраны. Мы пообщаемся с создателем нового фильма «Революция Иисуса». Новый фильм покорил кинотеатры США, продемонстрировав мощь Евангелия. Революция Иисуса рассказывает истории возрождения, которое началось в Южной Калифорнии и охватило страну в 60-х и 70-х годах. Страна с трепетом наблюдала, как молодые люди, хиппи, массово обращались к Богу. Новый фильм основан на историях пастора Грега Лори, Чака Смита и Лонни Фрисби, свидетелей того, как Иисус покорил сердца целого поколения. Революция Иисуса собрала в прокате 52 миллиона долларов, сильно превзойдя все ожидания. Один из продюсеров фильма встретился с нами в Иерусалиме, чтобы обсудить успех ленты и ее послание современности. Расскажите нам об истории создания революции Иисуса. Для тех, кто не видел фильм, революция Иисуса произошла около 50 лет назад на западном побережье среди хиппи, которые путешествовали из Сан-Франциско по побережью и которые познали Христа, а также в колледже Эсбери в Кентукки. Казалось бы, недавно, но это произошло 50 лет назад. Это пробуждение захлестнуло страну, и эти дети, опустошенные наркотиками, стали обращаться ко Христу. И это было так необычно. Наше поколение не видело ничего подобного. Это было таким настоящим. Около 8 лет назад мы сняли фильм Вудлон о закате этого движения. Это был фильм о футболе. Мы закончили его кадрами, где на обложке журнала Тайм изображен Иисус и надпись, гласящая «Революция Иисуса». Пересматривая старые выпуски, мы узнали, что за три года до этого, в конце 60-х, Тайм вышел с полностью черной обложкой и заголовком «Бог мертв». Брату не давала покоя мысль, что же изменилось за эти 3-4 года. Что-то глобальное изменило слоган «Бог мертв» на слова «Революция Иисуса». После того, как он узнал об этом от людей, лично переживавших эти события, он сказал, мы должны снять фильм об этом. Мы снимали несколько лет, а в этом году Джон сказал, мы должны закончить в этом году. Мы не понимали в чем срочность. Возрождение в Эсбери началось совсем недавно. Но план Божий был абсолютно точным, это мощная история и для нас это привилегия. Расскажите немного о создании фильма. Что происходило за кулисами? Это было захватывающе. Мой брат Джон режиссировал его вместе с нашим другом Брентом Маккорклом. Я продюсировал фильм вместе с Кевином Даунсом и другими. Для моего брата это было нечто личное. Когда мы стали снимать, то поняли, что и люди те были необыкновенными. Например, Чак Смит, основавший Калвари Чаппл, которая стала деноминацией, распространившейся в США. Я вновь крестился здесь, в реке Иордан. Там была мемориальная доска, посвященная Чаку Смиту, и на ней было его имя. Влияние таких людей ощутимо. И в этом фильме Келси Граммар воплотил персонаж совершенно по-новому. Он отлично передал отношения этого пастора, который видит, как его церковь распадается, и он предлагает открыть церковь для хиппи. А Джонатан Руми, Иисус из сериала «Избранные», сыграл Лони Фризби, евангелиста-хиппи. Этот парень был сложным персонажем, но в нем была сила. Он принял Христа и бросил наркотики в Хейт-Эсбери и отправился делиться благой вестью, путешествуя автостопом. Так он знакомится с дочерью Чака. И вот Чак встречает Лони, и это похоже на взрыв. А еще был Грег Лори, 16-летний парень, который только что избавился от наркотиков. У каждого из этих людей был свой, совершенно особенный взгляд на движение Иисуса. Келси Грамм это изменило его жизнь. Думаю, да, Келси рассказывал, как молился на заднем крыльце по-настоящему, чтобы Бог доверил ему сделать что-то по-настоящему важное. На следующий день ему попался сценарий революция Иисуса, и он просто сказал, я сниму этот фильм. И фильм стал для него глубоким духовным путешествием. Он говорил об этом на многих нью-йоркских ток-шоу, например, «The Tonight Show». Он был на прямом эфире с Райаном и Келли. Там он сказал, я так горжусь тем, что являюсь частью этого. Это самое важное, что я когда-либо делал. И мне действительно кажется, что это совершенно по-новому наполнило его духовную жизнь отношениями с Богом. Это не спойлер, но в фильме удивительное развитие. А в конце фильм затрагивает и некоторые довольно темные темы. Да, да. Вчера вечером я смотрел интервью с Грэгом Лори, и он говорит, что множество библейских историй на самом деле не такие опрятные, как кажется. Да, например, в истории Давида было немало неудач. Именно. В Библии подобное легко упустить из-за того, что библейских персонажей описывают как супергероев, просто забыть, что они были такими же, как мы, людьми. Я считаю, что смысл революции Иисуса и других подобных историй в том, что Бог выбирает страждущих. И именно за счет их ошибок и недостатков Бог обретает настоящую славу. Чак не был идеальным, Лони не был идеальным, он был очень сложным. Чак совершал ошибки. Грэг был ребенком, пытающимся понять все это. И все они пережили множество неудач, особенно многие хиппи. И это было своего рода движением сирот. Но посреди всего этого беспорядка появился Бог. И Он сотворил что-то особенное. Фильм затрагивает некоторые из этих конфликтов, и в этом его сила. Рад был встретиться. Спасибо, дружище. Если вы еще не видели революцию Иисуса в кинотеатрах, у нас есть хорошая новость. Блокбастер уже доступен на стриминговых платформах. Вы можете заказать копию на Apple TV и Amazon Prime, и даже устроить собственный показ с семьей и друзьями. Далее в программе запечатлен редкий момент. Наследный принц Ирана раскрывает свои чувства к Израилю. Спасибо, что смотрите «Место встречи Иерусалим». Мы стремимся предоставлять вам объективные репортажи из Святой Земли через еженедельные трансляции, подкасты и онлайн-медиа. Наше видение состоит в том, чтобы донести до миллионов людей по всему миру правдивую историю о том, что происходит в Израиле и на Ближнем Востоке с библейской и пророческой точки зрения. Это масштабное видение, которое стало возможным только благодаря щедрой поддержке таких людей, как вы. Звоните нам по телефону 1-800-707-000 или посетите наш сайт cbn.com slash JerusalemDateline. Ваши пожертвования помогут пролить свет истины об Израиле по всему миру. Иногда во время формальной пресс-конференции случаются спонтанные моменты. Недавно в Тель-Авиве иранского наследника принца Резупи Хлеви спросили о его поездке в Израиль. Вот его откровенный ответ. Я не ожидал такого гостеприимства. Я рассчитывал на иранскую общину Израиля. но увидеть и других граждан Израиля было просто потрясающе. На днях после ланча ко мне подошла обычная семья а еще случайный случайный турист в музее Холокоста. В общем даже там где я остановился ко мне подходили люди пожимали мне руки говорили что счастливы что я здесь. Я не ожидал такого уровня сплочерности и солидарности и я чувствовал то же самое ведь они знают что это может изменить все в каком-то смысле эти люди отправляются в путь вместе со мной и моими соотечественниками и это очень сильное чувство. Но это только третий мой день в Иерусалиме и это удивительный город. Я просто влюбился в него. Ни в одном другом городе не возникает подобного чувства. Такое знаете ли мистическое ощущение. Я чувствовал подобное в городе Фес в Марокко. Не знаю бывали ли вы там. Есть там что-то. Это очень повлияло на меня. Так что возможно я вернусь сюда вместе со своей семьей с дочерьми чтобы просто отдохнуть с семьей. На этом сегодняшний выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Помните, вы можете подписаться на нас в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Также вы можете получить доступ к контенту CBN через новости CBN и другие приложения CBN. И не забудьте подписаться на наши рассылки по электронной почте, чтобы получать весь наш захватывающий контент. Я Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске. Место встречи Иерусалим Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media организацией Weekend Место встречи Иерусалим это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале Путеводитель ТВ, а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.